Я была очень рада, когда на нас наложили санкции. А что будет, если вдруг окажется, что вы не правы? Мы пришли на войну. Они нас долго звали. Я видела войну настоящую, а вы, наверное, нет. Как только мы станем слабыми, так нас сожрут. Мы не хотим, чтобы наша молодежь расслаблялась. И в этой ситуации вы мне предлагаете расслабиться и ждать, пока эти боголовки ударят по Москве? Нет. Идет война информационная. Закрыли Арти, закрыли наши телеканалы. Поэтому это нормальный, адекватный ответ. А наши СМИ закрыли здесь. А мы здесь закрыли здесь. Это адекватный, вполне ответ. Нормальный. Понятно. Наш народ не напугаешь экономическими сложностями. Но есть, конечно, отдельные олигархи, которые сейчас попытаются поменять доллары на золото и вывести его из страны. Но мы им укорот положим насчет этого. Мы с вами вообще друг друга не понимаем. А вы будете в очках, да? Да, мне кажется, что я в очках умнее выгляжу. Настя. Ты можешь с этого начать? Ты же надела очки в тот момент, когда тебя все укрикали, что ты актриса, а не чиновник. Ну да. В этот момент? Нет, я просто ослепла от количества бумаг, которые приходится читать каждый божий день. Пока я была артисткой, это было не нужно. Это у вас значок? Это значок, который сегодня фракция надела в честь поддержки акции на Украине. А вы поддерживаете? Я поддерживаю. А почему? Я поддерживаю всегда мою страну. Когда ей хорошо, когда ей плохо. Вы родом не из Чернигово, но родители вашего отца родом из Черниговской области. Правильно? Нет, нет. Мы переселенцы украинские на Южный Урал. Переселились в конце XIX века, когда очень голод был сильный на Украине. Им дали землю на Южном Урале, около города Уфы. И там поселилась целая украинская деревня. Преображеновка она называется. И там вот жила моя семья. Полдеревни были драпеки и все родственники. Как так получилось, что украинцы стали врагами России? Украинцы не стали врагами России. Это, я бы сказала, вот сегодняшняя украинская власть стала продажная. А есть у нас какие-то сведения о том, что это так? Я их видела живьем. Я встречалась и с ними, и с коллегами своими. Я видела, как это происходило, как их перекупали. Вот то, что перекупает и наш узкий круг интеллигенции нашей. Это вот эти НКО. У меня очень смешная была история в Петербурге. Когда ко мне прибежала соседка, их НКО было рядом с моим, и сказала, Лена, дай мне своих мальчишек. Мне платят по 150 долларов в час за пикет против ввоза ядерных отходов. А у меня людей нет. Они получали гранты, они получали какие-то коврижки. И постепенно решили, что там, наверное, хорошо, раз там так хорошо кормят. Наверное, там лучше. Ну, слушайте, а в любом случае, даже если предположить, что это так, это происходит в другой стране. Если нам не нравится, что в другой стране как-то происходит не так, как у нас, например, мы же не в каждую страну входим войсками. А вы задавали этот вопрос американцам, когда они в Ирак вошли? Я не гражданка Америки. Поэтому мне глубоко плевать, куда там Америка вошла. Так вот, ну, есть такая вещь, которая называется национальные интересы. Причем коренные национальные интересы. Я это могу себе представить. Я принадлежу к тому поколению, которое хорошо помнит последствия Второй мировой войны. Я выросла в разрушенном Ленинграде. Да, мы выросли на фильме, в котором вы сыграли одну из важных ролей. Да, не потому что я сыграла, потому что я в детстве видела прекрасный Екатерининский дворец, когда он не был дворцом, а был грубтый обкорелок кирпичей. А посредине на площади стояли еще остатки виселицы, поскольку это царское село было в оккупации. Я видела коллег, которые собирали милостыню на вокзалах. Я видела друзей моего отца, когда они собирались у нас на праздники, все были в разденаком медалях. Раненые, но выжившие. Поэтому я очень хорошо помню, чего не только России, но и миру стоил фашизм. Поэтому сегодня, когда речь идет о том, что этот фашизм подошел к нашему порогу... А давайте поясните мне вот эту мысль. Фашизм подошел к нашему порогу. В каком виде он к нам подошел? Он подошел в виде ООН-УПА. Этих я видела в Киеве просто. Этих фашистов, которые собирались с факелами. От Киева до нашего порога все-таки далековато. Это рядом. Это вам кажется, что далековато. А на самом деле это рядом. Это несколько сот километров. Это меньше, чем полет артиллерийского снаряда. И это доказывает вот сейчас, когда обстреливают Таганрог или Ростовскую область, снаряды падают на нашу территорию. Вот. Это при том, что мы их уже отогнали от границы. Просто вам кажется, что фашизм это какая-то такая абстрактная история. А это вполне конкретная идеология превосходства одних людей над другими. Людей первого сорта и второго сорта. Понимаете? И они это готовы утверждать сильно.